я стараюсь выйти в эфир там что-то объяснить кому-то что-то показать по максимуму абсолютно безвозмездно для того чтобы люди могли либо заработать на этом либо просто поделиться по душам да вот сегодня был у меня душевный эфир я как раз рассказывал про коронавирус конкретные цифры вот на instagram канале кто был я конкретно рассказал почему в америке ситуации будут ухудшаться и экономически и в плане заболевания да я сейчас просто людям скажу просто чтобы вы понимали я человек цифра 331 миллион населения америки на сегодняшний день плюс приблизительно где-то 15-20 миллионов иммигранты ну таких неучтенных да то есть приблизительно 350 миллионов человек и нью-йорк один из самых крупных городов в мире 17 миллионов населения с прилегающими бора из которых даже из нескольких близлежащих там штатов люди приезжают в нью-йорк работать ежедневно да на метро ну не метро то бизнес на поезде и нью-йорк посещает ежегодно 65 66 миллионов человек это официальная цифра китайцы не так много китайцы приблизительно 1.1 миллион в прошлом году было зарегистрировано это как бы очень все предельно просто да но они брали китайцев они не брали азиатов то есть не брали там японцев не брали южную корею до брали просто по простому китайцев китайцы был 1.1 миллион вот можете себе представить 65 67 миллионов если разделить на 12 это приблизительно 55 с половиной миллионов в месяц естественно есть месяца когда более например крисмос и все остальные месяца когда меньше как я уже сказал в америке там 50000 миллиона человек заболело 19 тысяч человек умерли это приблизительно где-то почти 4 процента до смертных приблизительно как в мире на самом деле от простой пневмонии от простой сильной пневмонии двусторонней пневмонии смертность больше процентным отношению болел и у эболы была мгновенная смерть вот это было будем аead хорошо а здесь человек который болеет он разносит продолжать дальше разносить плюс изначально когда в америке это случилось все очень скептические шуткой к этому отнеслись и из-за этого не были приняты очень жесткие меры я сегодня рассказывал чтобы 7 марта я нашел фотографию мы с вами ходили в ресторан кушать рестораны были открыты хотя феврале месяце уже были очень сильные случаи просто никто не мог поверить что это будет с такой скоростью и это будет так быстро это просто краткое вступление чтобы люди понимали что они могут быть носителями могут об этом абсолютно не знаю давай теперь поговорим о экономических последствиях давайте поговорим обережая ситуация сразу вести последствия будут очень плохие да вот элементарно многие смеялись я сказал в самом начале марта когда только вышел начал появляться коронавирус я сразу сказал бы и все эфиры есть в интернете ни один человек не вышел все засали реально я знал что мне на меня может пойти огромное количество шишек да потому что первые они либо снимают сливки либо получает понимаешь все я вышел в интернет сказал ребята вы немножко недооценивать и будут очень серьезные последствия вчера уже сказали вышли авиалиниями я подписывал как бы на все новости я обычно не новости не читаю но сейчас я подписался на все новости что я хочу быть в курсе событий я вообще новости не читаю я трейдер я смотрю графики для меня больше ничего последнее время я стал смотреть новости я часто публикую их на своем инстаграме или на моем телеграм-канале да просто будут много вопросов по поводу телеграма просто потом сбросишь ссылку я даже в видео есть все ссылки ваши ресурсы и youtube вот я даже в телеграм канале публикую рекомендации на прошлой неделе много людей заработали вот недавно сегодня человек прислал я вот в таком виде делаю картиночку просто что ты видел видишь даю людям да какая инструмента вот у меня башнефть у меня один из студентов заработал 8 процентов на башнефти сбербанк сходил там московская биржа я сказал московскую биржу покупать и там и по-американскому порыв по форекс золото я сказал покупать и я сейчас стараюсь быть в курсе всех новостей так вот первое а трамп сказал что авиалиниям немножко надо подождать по поводу того сколько денег они получат и они уже сказали ту фразу которую сказал я а естественно из-за авиалинии будут затронуты все другие сектора о которых я сейчас поговорю то есть авиалинии уже сказали что потери будут гораздо больше чем уже ожидают и выход из кризиса коронавирусного кризиса а по-другому его сейчас не зовешь будет гораздо дольше чем они ожидают естественно это затронет все все что связано с путешествиями все что связано со многими бизнесами потому что очень многие рестораны и все остальное естественно это затронет очень сильно гостиницы гостиницы чтоб ты понял уже упали на 50 процентов если ты на при руке гостиницы ты хочешь продать свою гостиницу они никому не нужны то есть недвижимость гостиничного типа никому не нужна потому что ты год будешь держать расходы и непонятно когда ты придешь к заполняемости гостиницы которая была например на 90 процентов вот майами майами заполняемость на празднике была 98 процентов я прошлом году в апреле месяца тоже был в майами люди стояли в очереди чтобы кто-то отказался от гостиничного номера забито все было сейчас будет жопа прямом смысле слова люди немножко не понимают сейчас такой период для тех людей кто либо потерял работу либо те у которых ограниченные средства я отвечу почему фондовые рынки поднялись фондовые рынки поднялись по одной простой причине потому что пошли огромное вливание в 2 триллиона 2.3 триллиона и я думаю что это не всю правду сказали я думаю что рынки поддерживают просто вбрасывается во все сектора почему потому что на такие компании как карнивал круз и и норвежин этом компании которые будут огромные проблемы кого-то обязательно все равно банкротит и завели не просто деньги идут во все сектора объясню почему деньги выливается во все подряд дело в том что сейчас огромное количество будет безработных то есть последние безработицы уже показалось 6.6 миллионов я думаю что уровень безработицы минимум приблизится 30 миллионов и может дойти до 50 миллионов 30 миллионов человек ну да все правильно один 20-30 миллионов многие ожидают что уровень безработицы будет приблизительно 20 процентов мы говорим о работающем население так вот многие люди потеряют работу и у людей у этих практически у всех есть пенсионное накопление то есть многие люди которые работают на крупные компании такие как федерал экспресс там юпс и тнт макдональдс этим всем людям ежегодно компании в которых они работают дают акции обычно это есть либо доллар на доллар контрибуции либо два доллара на доллар что это значит за каждый вложенный доллар покупку акции фирма тебе дает 1 доллар то есть получается что ты получаешь покупаешь акции макдональдсом 50 процентов диском а есть компании которые дают две акции как бы они платят не очень большие зарплаты но они тебя компенсируют тем что они дают выпускают акции им же акции ничего не стоит это для них бесплатно и тебе дают две акции за одну ты работаешь в IT&T просто ездишь и устанавливаешь антенны компания тебя компенсирует говорит Вася ты классный пацан мы тебе премии не будем давать мы тебе акции для ним ты получается получил бесплатные акции по сути дела если получаешь треть на доллар или пол или 50 центов на доллар и очень многих людей естественно очень сильно упали пенсионные накопления вот это основная проблема упали пенсионные накопления это значит что если этому человеку нужно доставать деньги у него их нет в половину дальше если ты хочешь доставать деньги с пенсионных накоплений ты должен уплатить штраф потому что пенсионных накоплениях когда ты зарабатываешь деньги ты не платишь вот у меня есть пенсионные накопления есть пенсионный план я не плачу налоги на то что я зарабатываю очень неплохо прокатился я показывал даже свою сделку у меня была вообще феноменальная сделка я давно таких сделок не делал да вот я вам покажу сделку и мы сейчас тоже биткойне поговорим вот была моя сделка на пенсионном счете я дальше покажу я купил по 728 по 933 до купил низ был самый низ 640 вот да и вот мой пенсионный счет фиделиты я продал по 1933 хай был 1960 я утроился на бумаге я утроился при том утроился там за 5 дней вот смотрите 25 числа я продал а купил я 22 3 дня да такое крайне редко бывает поэтому как бы я сильно там себе плюсики не ставлю мне приятно было по простому на этом заработать давай теперь вопрос вопросов много самый интересующий меня на самом деле вопрос вот меня интересует когда заходить фондовые рынки вот я думаю что мы увидим откат по рынку обязательно потому что когда деньги на рынок зайдут и начнут выходить плохие квартальные отчеты люди начнут понимать где что то есть сейчас самое главное сейчас нужно понимать в краткосрочной перспективе вот у нас уже есть ребята уже очень сильно отскочили кто успел заработать я вам скажу честно я наверно самый порядочный человек индустрии я не рассказываю никакие истории у меня было всего в некоторых у меня есть пенсионные портфели есть обыкновенные портфели у меня даже не доходило 20 процентов от портфеля покупок объясню почему потому что разворот произошел очень быстро я быстро развороты не торгую я люблю чтобы инструмент немножко постоял тогда я понимаю где мои риски а когда инструмент например что было пятница две недели назад рынок закрывается в самых лоях на следующий день открывается с гепа вверх я понимаю что стоп я должен ставить за лоу по техническому анализу а это против моих правил давай просто покажу график чтобы не быть голословными почему по простому ну вот это движение я полностью пропустил частично у меня что-то было но какие-то моменты я пропустил вот ситуация такая смотри мы закрывали все под сам лоу закрылись ниже всех уровней на следующий день рынок открывается и вот здесь я понимаю что если я здесь уже буду покупать я уже приблизительно беру на себя риском 345 процентов в акции там где мы обстоят я не вижу то есть я такие вещи не захожу то что я успел купить то что красиво смотрелось да где я видел четко дно я видел четкие уровни все остальное я всегда торгую только то что я вижу я не лезу в рынок если я не понимаю хорошо это то что штатах так печатают такое большое количество денег в долгосрочных но то во первых да во первых мы вы действительно получим рецессию это 100 процентов по-другому ничего не сделать для тех кто не знает что такое слово рецессия чтобы не говорить научными термами это замедление в экономике то есть это не жопа это замедление в экономике любое замедление в экономике например там экономика ввп америке приблизительно три с половиной процента Трамп ожидал, что если все нормально, будет 4-4,5. Я немножко в это не верил. 3,5 это уже очень неплохо. В Китае было 7-7,5. В свое время 10 было, 11 было. Да, но это очень быстро, когда государство развивается. Это не очень хорошо. Перегретая экономика это тоже на год. В Америке ВВП был 3-3,5. Я думаю, что сейчас, во-первых, ВВП упадет минимум на 50%. Второе, самое страшное, что будет. Почему бизнесы пострадают? Упадет consumer spending. Что такое? Это люди перестанут тратить деньги. Вот это самое страшное. Почему? Потому что сейчас все сядут на жопу. В прямом смысле слова. И это правильно. Государство будет помогать. Государство дам доставную сумму денег. Там работодатели будут помогать и все остальное. Вопрос. За это кто-то что-то должен платить. Кто будет за это платить? Государство, естественно, будет помогать. Эти деньги откуда-то должны взяться. Но тут возникает другая проблема. Государство не будет получать налоги. Это то, с чего государство живет и может по-простому платить деньги. То есть ФРС уже зашел там на 5,5-6 триллионов долларов. Уже. Долг Америки был 22 триллиона. То есть мы уже, если мы там будем приближаться к этой цифре, это очень плохие цифры. То есть что государство government, что пытается government сделать? Government пытается по-простому сейчас искусственно все поддержать. Приблизительно как ситуация с нефтью. Цена на нефть никого не устраивает, кроме саудитов. Россию тоже не устраивает. То есть готовы все продавать в два раза больше нефти, чтобы просто компенсировать цену нефти. То есть им настраивать, что там нефть закончится где-то через 20-30 лет. Надо сегодня и надо зарабатывать. Я понимаю, это бюджет страны. Вот тут точно такая ситуация. Это просто искусственное завышение нефти. Мексиканцы отказались. Да, вчера была новость по Мексике. Мексиканцы сказали, мексиканцы предложили на 23% сократить добычу нефти. Мексиканцы сказали, что сократим только на 5%. Тут же вышел Трамп и сказал, ребят, сокращайте на 100 миллионов баррелей добычу. Я вам дам деньги, просто вас компенсирую. И вы потом когда-нибудь мне, естественно, отдадите. То есть это все завышается искусственным путем для того, чтобы попытаться удержать нефть в районе 30-40 долларов. Но она все равно, она придет на свое место. Это как тебе поддерживают, да тебе делают вентиляцию легких. Если твои легкие сами не запустят, ты ничего не сделаешь. Или аппарат искусственное сердце. То есть это рано или поздно все равно нефть. Когда я говорил, что нефть стоила 70, я сказал, что нефть будет стоить 20. На данной смеялись. Это эфир в интернете есть. Мне сказали, б***ь, ты что? Я говорю, ребят, ну нету предпосылок, чтобы нефть стоила 70. Чтобы нефть стоила 50. Спрос прям не так супер круто растет. И все. Все поддерживалось для того, чтобы поддерживать американских слонцевиков. Потому что была очень сильная война в нефтяном секторе против России, против арабов. И это пытались поддержать искусственно. Это все искусственно. А то, что искусственно, оно рано или поздно все равно становится. Это как, я знаю, как искусственный интеллект. Но его нету. Есть вендор искусственного интеллекта, да. Но как правильно, вот есть такой, кому очень интересно, есть один из моих любимых персонажей. Пойдите в интернет и посмотрите. Каждое YouTube видео это шедевр. Я думаю, что ты даже не знаешь. Есть такой профессор Савельев, да. Ты, наверное, даже не слышал. Посмотрите. Посмотрите. Рассказывает, как к детям относиться. Про искусственный интеллект и про все остальное. На мой взгляд, это вообще один из самых адекватных, наверное, людей, которые на сегодняшний момент, ну, в мире науки, в Советском Союзе существуют. Просто уникальнейший. Я его безмерно люблю. Очень веселый. Обалденный дядька. Обалденный дядька. Рассказывает про мозг, про все структуры мозга и все остальное. Зовут его профессор Савельев. Посмотрите, получите огромное количество удовольствий. Он очень, очень крутой. Очень крутой. Я его реально безмерно люблю. Даже попробую сейчас. А я смотрю Комаровского. Кто смотрит Комаровского? Комаровского тоже знаю, но они немножко разные. Они абсолютно в разной весовой категории. Сейчас одну секунду. Ты знаешь, что я сейчас делаю? Такое инфляция. Вот задай себе вопрос. Это по-простому, когда медленно растет то, что человек как бы ежедневно покупает. К примеру, сырки, хлеб, масло и все остальное. Это является инфляцией. По-простому. То есть, когда все в мире дорожает, продукты питания, естественно, в первую очередь начинают дорожать. В первую очередь. Телевизор не является там инфляционным параметром, потому что телевизор поднялся. Почему? Потому что человек, телевизор покупает там раз в два или раз в три года. И машина не является инфляционным параметром. Туалетная бумага, продукты питания, вода, все что угодно. А теперь задай себе вопрос. Цена осталась на одном и том же месте, а ты стал зарабатывать на 30% меньше. Для тебя это инфляция? Естественно. Для тебя же продукт, который ты потребляешь, стоит дороже относительно того, что ты зарабатываешь. В свое время почему экономика Америки поднялась? Никто не может на этот вопрос ответить. Хочешь, я тебе отвечу? Потому что за последние 20 лет в Америке больше, чем в два раза поднялся минимальная заработная плата. Минимальная заработная плата. Я когда приехал в Америку, минимальная заработная плата была 4,75 в час. Ну, почти 5 долларов. Сейчас в штате нее 14,5. В три раза. Вот это то, что очень сильно подтолкнуло Соединенные Штаты Америки. Но молоко стоило 99 центов, когда я приехал. А сейчас оно стоит 3 доллара. В три раза подорожал. Это визуальный самобман. И зарплату подняли в три раза, и продукты питания. То есть, по сути говоря, получилось одно и то же. Я приехал, бензин стоил 99 центов в колонну. Меньше доллара. Сейчас он был 3, а даже где-то 4. Я приехал, пачка сигарет стоила 1,25 доллара. Знаешь, сколько сейчас стоит пачка Мальборн? 5-6 долларов, наверное. 13. А, ну еще больше. 13 долларов в Америке стоит пачка сигарет. Вот тебе и ответ. Квартира, в которой я жил, стоила 530 долларов. Сейчас эта квартира стоит 1600. Поэтому не надо людям в России или в странах СНГ думать, что ***. В Америке все так классно. В Америке все классно людям, у которых есть деньги. Людям, у которых нет денег, совсем не классно. На самом деле, тут ситуация еще следующая. В России сейчас все закрыли, как и практически во всем мире. Но, если мы посмотрим на Беларусь, сейчас вы наверняка видели в новостях, что Александр Григорьевич Лукашенко, он не закрывает на карантин и все. Он продолжает, они как бы борются с коронавирусом отчасти, но... Отвечу на вопрос. Жестко изоляция. Правильно это или нет? Отвечу на вопрос. В моем понятии да. Объясню почему. Именно про Беларусь. Шведы сказали то же самое. Знаешь, что шведы сказали? Я думал, что так и будет. Что от экономического кризиса умрет больше людей, чем от коронавируса погиб. В теории это правильно. Почему Беларусь? Потому что Беларусь, насколько я помню, если мне память не изменяет, вещь, я в интернет не лезу. Это приблизительно 8 миллионов населения. 7,5-8 миллионов. Если в этой стране станет экономика, они в жизни никогда ее не поднимут. В прямом смысле и переносном смысле слова. Если в этой стране станет экономика, все, они ее никогда в жизни не поднимут. Они со всех сторон, Беларусь внутренняя страна, и со всех сторон соединены. Они являются, будем говорить так, просто мостом между, например, Европой и Россией. Все, что ввозится по простому России, то, что заблокировано из-за ввоза в Россию, обрабатывается в Беларусь. Если Беларусь остановит производство и все остальное, эта страна существовать больше не будет. Как и сказала Италия. Премьер-министр Италии сказал, вот я смотрел его выступление, читал его выступление. Хорошо, что сейчас Google есть, можно любое выступление загнал в Google и приблизительно на сервис процента правильно перевел. Премьер-министр Италии сказал, что если Евросоюз не будет помогать Италии, то есть не облигаться, а деньгами, то они просто выйдут с Евросоюз. Ну да, это еще одна большая проблема сейчас. Останется 3-4 страны, которые, по сути дела, более-менее нормальные ВВП. Когда люди начинают сравнивать Бельгию и начинают сравнивать Францию и Германию, это смешно. Потому что там в Италии 60 с чем-то миллионов населения, Германия 80 с чем-то миллионов населения. А Бельгия, как можно сравнить страну с таким ВВП и страну с таким ВВП, даже если огромный долг. Вот это основная проблема. Кто будет кормить Евросоюз? Немцы не захотят кормить Евросоюз. Конечно. Англия вышла. Есть 3 крупные страны в Евросоюзе, которые более-менее. Это Франция, Италия. Германия и Италия. Германия, Италия, да. Англии уже нет. Все. Если останется Франция и Германия и выйдет Италия, то Франция и Германия надо будет, слава Богу, Бельгию, Голландию, кого еще там, еще несколько стран скандинавских не надо кормить. У них есть свои деньги. А кто будет кормить Польшу, кто будет кормить Венгрию, кто будет кормить Румынию. Реально. Да. В Венгрии то же самое. Если в Венгрии все закрыть, посмотри. В Венгрии, посмотри по Венгрии, никто ничего не закрывает. Потому что стране капец будет. Так средняя зарплата 500 евро, 550 евро. Почему вот эти все страны не делают суперкордеон? Потому что они м***ть. Ну и же может только какая-то сильная страна, в которой по-простому есть какая-то экономика, которая что-то делает. Почему Румыны не закрывают? Потому что им капец будет. Да, они получат определенные, конечно, деньги. Сейчас Сибирный банк сказал, что он будет выдавать беспроцентные кредиты и все остальное. Я тебе объясняю, что просадка по недвижимости будет очень прилично. Я думаю 30 до 50 процентов и коммерческая недвижимость упадет, и жилая. Я вчера, новострой забудь вообще. Сейчас покупательная способность у людей ноль. Просто бензин упал 40 процентов. Покупательная способность в Америке упала на 90 процентов. Большая часть населения переболеет этим вирусом. Да, 100 процентов. Я же тебе говорю, шведы сказали, пускай болеют люди. Потому что если мы не будем открывать экономику, мы потеряем гораздо больше людей от этого. Я согласен. Слушай, у нас население. Ты знаешь, сколько людей вообще в бедноте живет? Больше половины, наверное. Больше пяти миллиардов. Почти. Я был близок. Да, это цифры. Люди могут зайти в интернет посмотреть. Я как бы человек цифры. Я очень люблю цифры. Больше пяти миллиардов живет в нищете. В прямом смысле слова. Не считая это от зарплаты к зарплатам. Ты знаешь, сколько количество американцев живет от зарплаты к зарплатам? Этих данных я тоже не знаю. 80 процентов. Но это получается, у которых есть именно средств. Вот они получили деньги, и у них на один месяц. Но в России эта ситуация гораздо лучше. Знаешь, что для американца разовая трата в 400 долларов является критичной. Средний американец выплачивает долг три года. Тридцать месяцев. Это вот официальная цифра. Что это значит? Это значит, что за порог бедности пойдет еще большее количество людей. Потому что, например, представь себе. Человек зарабатывает 80 тысяч долларов в Америке, к примеру. Его сократили. Знаешь, сколько ему будут платить? Сколько? Две тысячи. А расходов-то у него на 80. Придется банкротиться. Ну, я вот смотрел статистику сейчас по России в РБК. Они делают опросы и собирают статистику. Больше 60 процентов населения написали, что они не протянут больше одного месяца, если у них не будет зарплаты. Так я тебе скажу одну вещь. Вот в Италии общая ситуация. Почему американцам сейчас помогают? У них прям не такая супер радужная ситуация. Вот у итальянцев уже некоторые люди пришли под магазин и сказали, б***йте еду, у нас нет денег на еду. Это правда. А хорошо, как быть в этой ситуации? Я хочу, чтобы люди понимали. Так же 80 процентов мира, чтобы люди не строили себе иллюзии. Что? Почему? Знаешь, что больше всего? В Украине очень плохо все, в России все очень плохо, в Америке, не за***йтесь. Для тех, у кого нет денег, не за***йтесь. 80 процентов. Люди смотрят Нью-Йорк, красивое яблоко большое. Люди смотрят Чикаго, люди смотрят Бостон, люди смотрят Лос-Анджелес, Сан-Франциско. А 85 процентов Америки это саппропис, это деревня. Где люди там от зарплаты зарплатой работают. Все, работает муж и жена. То есть если на сегодняшний день. Поэтому следующее, что мы ожидаем, это падение недвижимости от 30 до 50 процентов. Однозначно. Однозначно. И второе, это банкротство. А представляющиеся люди, у которых дача есть, просто не держат. Кто это выдержать сможет? Ситуация плохая. И здесь очень спорный вопрос, что делать. Продолжать карантин и вообще просто лягут куча людей. Или действительно, чтобы люди болели. Что будет с рублем, как вы думаете, сейчас? Я думаю, что нефть, это из-за нефти надо смотреть. Я думаю, что нефть осядет в районе 30-35 долларов. Рубль так и будет в районе 75. Государство пытается сдержать, да. То, что экономические показатели будут плохие, но и рубль может еще ослабнуть. Ну да, в теории, да. 100 процентов. Мое личное мнение, я думаю, что как только все с коронавирусом закончится, и биткоин тоже просядет вниз. Объясню почему. Потому что очень многие думали, что когда будет такая ситуация с коронавирусом, то биткоин должен подрасти, потому что пойдут электронные деньги. Но он чуть подрос, на самом деле, в моменте. Большое количество государств смотрит в сторону создания цифровых валют на блокчейне. Но это на самом деле кредитная карта, это отчасти тоже цифровые валюты. Вот то, что у нас есть. 100 процентов. Я пока этого не вижу. 11 апреля, 8.14 утра. 496 636 выявленных. 18 731 человек умер. Это новости Нью-Йорк Таймс. Все, мне пройти. Желаю всем только одно. Ребята, не болейте, берегите своих близких, берегите семьи. Понимайте одно вещь. Если вы супер крутой и крепкий парень или девушка, это не значит, что рядом люди с вами такие же сильные, как вы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова